Сейчас посмотрели конференции, у нас будут рекламные ролики такие для менеджеров, для золотых директоров будут конференции. И вот на такие конференции могут быть конференции. В следующем году будет конференция для менеджеров в Турции. Будет самый шикарный отель, будут самые лучшие пляжи. И поэтому нужно сейчас сделать все, выложиться по максимуму, чтобы попасть на такую конференцию от компаний. Компания все это оплачивает, поэтому тот, кто работает, компания очень хорошо вознаграждает. Ну давайте приступим. Познакомимся, кстати. Меня зовут Люба Михайлова, я из Красноярска. На данный момент я нахожусь в звании директора. Звание директора я уже подтвердила, получила уже свою тысячу долларов. И вот по окончании этого каталога получу 70 тысяч рублей премии за то, что подтвердила звание директора. Мне 29 лет и я, кстати, сейчас нахожусь в декрете с ребенком. Так, ну давайте приступим. Хочу рассказать про Инстаграм, потому что в последний год, я уже сегодня рассказывала этот вебинар, кто был уже, вот, в последний год я наблюдала в Инстаграме за очень многими страничками, очень много анализировала и вижу просто, как за год странички раскручиваются с 20 тысяч подписчиков до 200 тысяч подписчиков. И я вижу, как люди на этих страничках, введя свой личный бренд, обычную, свои жизненные сейф-фотографии, выкладывают какую-то рекламу периодически, они зарабатывают бешеные, просто бешеные деньги. Вот, поэтому я сейчас просто прям очень сильно, очень массово призываю всех заходить в Инстаграм, потому что на данный момент это социальная сеть просто номер один, потому что там просто миллионы людей. и простейшие действия, простейшая сеть, все очень понятно, все очень доступно и удобно. и, ну, на самом деле, я думаю, что за этой сетью будущее. Так. Так, так. Смотрите, Инстаграм можно установить только на телефоне или на планшете, то есть на гаджетах. Да, это либо андроиды, либо айфоны, айпады на айлосе или айпад тач. Windows Phone. Что-то, к сожалению, я не задавалась этим вопросом. Думаю, что тоже возможно. У кого нет возможности устанавливать себе на гаджет, то тем нужно скачать в блюстах симулятор. Это у вас будет эмулятор, ну, грубо говоря, телефончик ваш на компьютере. И в этот телефончик вы себе сможете установить такую программу, Инстаграм. А у кого проблемы с установкой? Возможно, ну, попробуйте другие эмуляторы. Либо, если не можете зарегистрироваться, можете, в принципе, попросить кого-то зарегистрировать вас, у кого есть возможность. А потом вообще любую другую программу установите. Эмулятор, эмулятор айфона или эмулятор андроида. Для Windows. В Google напишите так и найдете разные программки, из которых вы сможете загружать фотографии, делать описание к ним, ставить хэштеги и подписываться на людей, отписываться и так далее. В принципе, все это делать можно прямо с браузера, с компьютера, только нельзя регистрироваться. И фотографии загружать, по-моему, с браузера нельзя. На Windows Phone. Кстати, может быть, эмулятор Windows Phone попробуйте какой-нибудь найти другой. Можно погуглить эмулятор Windows Phone. Вот, может быть, какая-то еще есть такая программка. Я вот поинтересуюсь сегодня после вебинара, посмотрю еще. Далее. Смотрите. Вот вы у себя на телефоне. Заходите. Если у вас айфон, то заходите в App Store. Если у вас Android, то заходите в Play Market или Google Play. Там в поиске пишите Instagram. И находите его, устанавливаете себе. Вот такой будет значок фотоаппарата у вас на телефоне. Заходите в него, регистрируетесь. Нажимаете зарегистрироваться. То есть создаете себе рабочую страничку. Либо, если личный бренд, то пишите там имя, фамилию, да, своих. Если это не личный бренд, а, допустим, страничка рабочая визитка, да, то там тоже сначала сделаете просто имя, фамилию. Пусть она пройдет модерацию. И потом вы уже сможете сменить себе логин, сделать другой какой-то, рабочий. Вот. Смотрите, вот для примера. Вот это рабочий логин. Работа онлайн, да. Вот. Здесь нужно пока вам сделать свое фамилию и имя. И потом уже измените себе там. Логин и менять можно. Вот. Вводите электронную почту, подтверждаете, зарегистрировали. Здесь вводите свои данные. Вот фамилию и имя. Там пишите, допустим, вашу фамилию и имя. Потому что сейчас очень строго все. То есть вот работа онлайн писать нельзя. Далее. Далее нажимаете пропустить, пропустить. Все, зарегистрировались. И сейчас просит подтверждать аккаунт через телефон, через номер телефона. То есть вам приходит код и вы подтверждаете аккаунт. Но многие столкнулись с такой проблемой, что на российские номера не приходят коды. Поэтому, если у вас такая проблема и код все-таки не приходит, то вам нужно будет на онлайн симе или на смс.рек купить себе номер телефона. Там 3-5 рублей они стоят. Купить номер телефона и на него вам придет код. И вот сайт этот код копируете и в инстаграм его вводите. У кого слайдов нет, попробуйте перезайти. Аккаунт и нужно иностранный номер телефона. То есть Украина, Беларусь, Россия практически не проходят номера. То есть лучше взять какой-то иностранный номер, тогда смс придет вам. Далее, активировали аккаунт. Все, теперь загружаете, наполняете свою страничку. Допустим, у вас личный бренд. Ну, как бы это самая сейчас актуальная тема личный бренд и самая доходная и самая пассивно-рекрутинговая в будущем. Вот, допустим, смотрите, где кружочек. Там загружается свой аватар, да, ну, свою какую-то фотографию. И внизу, вот, допустим, пример, да, домик, потом лупа, потом фотоаппарат, сердечки и человечек. Пять кнопочек. Ну, и посерединке вот такой фотоаппарат. Туда нажимаете, выбираете фотографию, и так вот вы, и так вы себе загружаете в инстаграм фотографии. Там подписываете, что хотите. И таким образом вы ведете свой, ну, грубо говоря, блог, свою страничку, или свой, ну, как еще назвать. Ну, в общем, свою страничку в инстаграме. Загружаете фотки с описаниями. На этом и построен весь инстаграм на фотографиях с описаниями. Кто-то там выкладывает еду, кто-то выкладывает свое похудение каждый день, там, какие-то результаты, или свою какую-то, что готовят рецепты правильное питание, там, кто-то выкладывает, там, звезды выкладывают просто свою жизнь, да, свои фотки. И среди фоток своих выкладывают какую-то рекламу, каких-то товаров еще. И на этом очень хорошо зарабатывают, на самом деле. Вот, далее. В своем аккаунте нужно сделать еще в описании, добавить ссылку на, ну, это после того, как модерацию страничка пойдет, желательно. Добавить, это дня 3-4, подождите, добавляете свой сайтик. Ну, свой блог, которым вы рекрутируете. Вот, нажимаете «Редактировать профиль» или «Изменить профиль». И вводите, вот где нужно ввести URL-адрес, там вводите ссылку на свой сайтик. Нажимаете «Готово», все. Подтвердили. Далее. Смотрите, вот, кстати, тоже очень классный пример я нашла. Наткнулась совершенно случайно, буквально вчера. Парень ведет свой инстаграм. Он также работает с компанией Reflame. И смотрите, как он интересно о себе написал в описании. Даже мне интересно было зайти, я перешла по ссылочке, думаю, что там за работа у него. И вот прочитала, что он тоже в Reflame. Вот, он написал «Баскетболист, студент, бизнесмен, занимаюсь любимым делом и обучаю других». И вот тут там написал, что кое-что интересное обо мне на сайте. Свой сайтик, вот как раз, как я и сказала, в профиле, да, добавить ссылочку. У меня макияж, да, тональный крем у меня Reflame, брови, наборчик у меня Reflame для бровей. Что еще, тушь тоже. Так, давайте далее. И вот я перехожу, у него сайтик. И не такой вот, как мы делаем в основном, да, а очень тоже, в принципе, интересный подход на сайте. Вот, он написал о себе. И ниже, уже ближе к делу, там, о работе. Вот, кому интересно будет, вы можете скрин сделать. Или потом запись вебинара возьмете, перейдете, тоже почитаете. Может быть, что-то для себя, идейку возьмете. Ну, парнишка очень такой молодец. Видите, у него 1000 подписчиков, 1400, а подписок 5800. То есть, он подписывается на людей, и люди в ответ на него подписываются. То есть, примерно такая статистика, ну, грубо, 10 человек, на которых вы подписались, 2-3 в ответ на вас подписываются. Особенно, если у вас вот такой вот будет интересный профиль. И людям будет интересно за вами наблюдать. Вот, у меня, допустим, сейчас на моей страничке, а, тут не видно, по-моему, 400 с чем-то фотографий или 500. Вот, у парня вот этого, смотрю, 117 фотографий, сейчас скажу. У меня 569 фотографий, да, вот. То есть, вот так вот активно что-то загружаете, что-то, ну, не просто можно свои фотки, можно какие-то картинки, можно какие-то интересности, какие-то советы, да что угодно. Просто вести каждый день свой аккаунт. Каждый день выкладывать 2-3 картинки с разными описаниями интересными. Вот, чтобы было постоянное движение. И каждый день, далее я расскажу, как раскручивать свой Инстаграм, чтобы было много подписчиков. Далее, вот смотрите, тоже пример. Зашла я к девушке, она в другую компанию, в другой компании работает. Ну, вот тоже выложила вот она обычную картинку какую-то, да, не свою фотографию. И описание к нему такое большое про бизнес, про то, как ведут обычные ИП-шки, да, бизнес. Там закупают товар, проходят таможню, там транспортную и так далее. И как я веду, сижу дома, там тренд-брым. Ну, вот, в общем, суть ясна. Тоже вот можете брать вот такую вот идею, очень интересно. Можно, и вот так вот, у звезд можете просто ходить по Инстаграму, у звезд, смотреть, как они делают описание к своим фотографиям. И брать себе на заметку, редактировать под себя и применять на своем аккаунте. То есть людей в Инстаграме много, популярных людей тоже очень много, у которых интересные заметки. Если вы будете 2-3 картинки в день закидывать, ну, фотографию, картинку, вот такое, чтобы разнообразно все было, описание всегда найдете. Если будете, ну, как бы, себе что-то сохранять периодически, находить интересное. Так, смотрите, как набрать себе тысячу подписчиков и более. Вот как у парня, кстати, было на премию. Я эту информацию нашла буквально недавно, вот эту примерную статистику, которой нужно придерживаться. Чтобы вам не попадать в спам, ну, и чтобы вас не блокировали, нужно подписываться максимум на 40 человек в час. То есть за день вы можете очень много людей подписаться, да? В час 40 человек, это как бы, ну, прилично. А если будете подписываться на 50-60, то будете уходить постоянно в блог. Далее. Не подписывайтесь целый день и всю ночь, потому что это вызывает подозрение для робота Инстаграма. В Инстаграме есть, про хэштеги я расскажу тоже позже. В Инстаграме есть лимит, то есть вы можете быть подписаны максимум на 7 тысяч человек. Вот, если взять пример, у парня там было 5-800 человек, на которых он подписан. Лимит 7 тысяч, то есть дальше он не сможет подписываться. Но ему же хочется, чтобы больше людей о нем узнали, поэтому ему нужно начинать подписываться от них. Дальше я тоже расскажу про это. То есть вы сначала на них подписываетесь, они в ответ на вас, да, кто-то подписывается, и потом вы от них постепенно отписываете, чтобы у вас всегда было свободное место. Ну, и чтобы подозрения не было, что... Странно, что на вас подписано тысяча человек, а вы на 6 тысяч или на 7 тысяч. Ну, это как бы нереально, и, ну, для Инстаграма тоже подозрительно очень. Вот. Да и вообще, ну, если человек к вам на страничку зайдет, ему тоже будет смешно, да, что вот у вас тысяча подписчиков, а вы на 5 тысяч подписаны. То есть, ну, тут понятно, что человек раскручивается. А надо зацепить человека, что вот я уже не раскручиваюсь, а я уже такой раскрученный, поэтому нужно раскручивать свою страничку, да, чтобы потом у людей человек зашел, смотрит, а у вас там 10 тысяч подписчиков. Ему интересно, что это за такая страничка раскрученная. Он начинает тоже подписываться на вас, наблюдать за вами, пролистывать ваш аккаунт и заходит на ваш сайт и регистрируется. Вот. Не понял про сутки. Ну, не надо подписываться круглые сутки, потому что вас заблокируют. Вот если вы весь день сидите, каждый час по 40 человек подписываетесь, это тоже вызывает подозрение. То есть, тут нужно быть логичным, да. Вот есть ограничение 40 человек в час, но не переборщите, то есть, и не надо прям вот каждый час сидеть по 40 человек добавлять. То есть, сделайте перерыв в часах, потом опять. И вот так вот в течение дня, как и появилось время, посидели, поподписывались. Появилось время, опять подписываетесь. Дня два прошло, от старых отписываетесь. Каждый час можно, но имейте совесть тоже, опять же, чтобы вас не заблокировали. Каждый час 40 человек можно подписывать. И отписываться тоже, по-моему, так же, там, человек 30 или 40 можно. То есть, ну, когда отписываетесь тоже не от всех, а прям вот, ну, периодически. Отписались 30 человек, там, через часа два опять. Ну, и вот так вот. В Инстаграме морозят страничку, но если прям совсем перебнеете палку, то, конечно, заблокируют окончательно. А так морозят на время. Что хэштеги? Что такое хэштег, кто не знает? Все знают, да, что такое хэштег? Молодцы. Ну, еще раз скажу, может быть, кто не знает, или кто будет смотреть потом запись вебинара. Хэштег – это такое специальное слово, то есть меточка, с помощью которой можно находить фотографии или записи на какую-то определенную тему. То есть, и чтобы создать хэштег, нужно перед вот этим словом поставить решеточку. То есть, например, вот дети, да, в Инстаграме многие выкладывают фотографии, и кто поставит под фотографией хэштег, ну, в комментарии напишет вот эту решеточку и слово «дети». И все, кто поставит такой хэштег «дети», фотографии отсортируются по этому хэштегу. То есть, если вы нажимаете на хэштег, то есть вы как будто бы переходите по ссылочке и попадаете на фотографии, которые находятся под этим хэштегом, на любые, от любых людей. Так, вот пример фотография, да, ребенок, и тут хэштеги подписаны в комментарии ниже, там, допустим, детская фотосессия, дети, дети цветы жизни. То есть, если, допустим, это словосочетание, то оно пишется без пробелов. Дети цветы жизни, слипно. Люблю детей, вот слипно тоже, да, улыбка, цветы, ну, и так далее. Вот это хэштеги. Нажимаем на любой из них и переходим на фотографии вот дальше в примере. Еще покажу. Хэштеги вы можете находить в Гугле. Напишите просто популярные хэштеги для Инстаграм. И он вам выдает разные сайты с хэштегами. Заходите, допустим, штук 25, копируете себе разных хэштегов и в описании под картинкой вставляете, или в комментарии под картинкой под вашей. Все. Люди начинают на вас подписываться по хэштегам. Когда заходят, видят вашу фотографию и начинают на вас подписываться. Какие хэштеги лучше выбирать для нашего бизнеса? Выбираем целевую аудиторию. Смотрите. Первая целевая аудитория, самое главное, это мама в декрете, потому что мамы сидят дома, декретные у нас копеечные, поэтому многим деньги нужны. Мамы ищут подработки, естественно, и очень охотно идут. Ну, взять, допустим, меня, так же, как я в декрете, да, вот начала работать. Сейчас мои декретные 35 тысяч 3 недели. У меня раньше зарплата была, допустим, 38-4 недели, да. То есть я уже переплюнула свою зарплату. Вот. Итак, смотрите. Декрет, мамы в декрете. Какие хэштеги могут быть с такой аудиторией? Допустим, мама, ребенок, малыш, декрет, дети, там, дочка, сыночек, сын, песочница и так далее. То есть вы можете придумать вот любые слова, связанные с этой темой. И далее я потом покажу, как искать по этим хэштегам людей и на них подписываться. Можете себе такие хэштеги под фотографиями писать, и человек будет по ним заходить и на вас подписываться. То есть это нужно, чтобы накрутить вам подписчиков, да, чтобы у вас были подписчики. Далее. Еще целевая аудитория – это MLM предприниматели. То есть вы заходите по хэштегам MLM, сетевой маркетинг или там, допустим, какие-то названия компаний. Amway, Avon, Faberlic, Gerbalife, Tendet, Tinship и так далее. То есть слова, связанные с сетевым маркетингом, со структурным бизнесом, вы можете найти также в гугле. Просто написать, допустим, сетевой маркетинг и вот там, чтобы просто какие-то статьи почитать, посмотреть, что связаны слова с сетевым маркетингом, с MLM бизнесом, да, со структурным бизнесом. Все, что с этим связано, вы можете делать из любого слова хэштег или словосочетание. Далее. И подписывайтесь на тех, кто делает такие хэштеги. Дальше тоже покажу, это как в картинках. Просто сейчас я вот рассказываю про хэштеги, какие потом вы можете вводить и искать или себе писать. Далее. Смотрите. Также, если вы хотите себе партнеров или людей, которые будут следить за вашей страничкой из какого-то определенного города, например, Москва или Оренбург, или там Питер, или там Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. То есть вы пишете название города и перед ним ставите решеточку, это тоже будет хэштег. И люди, которые поставили такой хэштег под фотографиями своими, вы по хэштегу заходите на любую фотографию, открываете, к человеку заходите на страничку и на него подписываетесь. И вот так вот на разных людей, которые сделали хэштег Москва. Дальше. Допустим, еще. Какие можно хэштеги брать? Места большого скопления людей. Допустим, Красная площадь. Слитно пишите Красная площадь. Или Аэропорт, вокзал, ЖД вокзал, площадь, магазин. Ну, вот такие слова, которые много людей могут посещать, такие места. И, соответственно, также по этим хэштегам целевая аудитория наша находится. Дальше. Также можете в Гугле, как я уже говорила, спросить самые популярные хэштеги. И вот их копируете, там 20-25 хэштегов и по ним заходите либо у себя под фотографией вставляете. Дальше. Страны, в которых открыто в нашей компании международное спонсирование. То есть страны, с которыми мы можем работать. Например, Таиланд. Так вы пишете хэштеги Тай, Таиланд, Бангкок, допустим, Пхукет, Самуи, Паттайя. Потом, например, Украина, Киев, Индия, Гоа. Что еще связано, может быть, с этой страной? Там река в этой стране популярная, известная. Самая крупная. Океан или море. Актеры известные, допустим, в Индии. Там Айшвари Арай. То есть вот такие хэштеги вы связаны с этой страной ставите, но на русском языке. Почему? Потому что нам проще работать с русскоязычными людьми. И на самом деле в Таиланде, в Бангкоке живет очень много русских людей. Турция, Вьетнам, Египет, что там еще. Много стран, где есть международное спонсирование. То есть посмотрите по списочку и штодируйте эти страны тоже. Дальше. Масштабные мероприятия. Концерты разные или певцы. Также хэштеги ставите. Где проходят у нас мероприятия? Крокус-сити, например. Театры. Или пишите там, допустим, известная группа «Руки вверх». Или там сейчас какие-то известные, современные. Вот это из любого слова делаете хэштег. Все. И по этому хэштегу вы находите в себе людей. И люди вас тоже находят. Это самое в Инстаграме самое такое, как можно набрать подписчиков. Еще раз смотрите. На меня подписано 496 человек. Я подписана на 546 человек. На картиночке видно вот, да? Смотрите, как мы набираем подписчиков далее. Вот в Инстаграме 5 кнопочек внизу, про которые я уже говорила. Вторая кнопочка на Андроиде, по-моему, там лупа. В Айфоне вот такая звездочка. Поиск называется. То есть вы на эту кнопочку нажимаете на вторую и попадаете в поиск. Ну, то есть интересно, что вам может быть. Здесь можно искать по пользователю, ну, то есть по страничкам, либо по хэштегам. Сейчас мы рассмотрим вариант хэштеги. Вот, как я уже ранее перечислила кучу хэштегов вам, да? Берем хэштег ребенок. Пишем в поиск. Выбираем, во-первых, вот хэштег кнопочку. Не пользователя хэштеги. Пишем ребенок. Выпадают очень разные хэштеги. Вот самый популярный ребенок, да? 468 тысяч публикаций с таким хэштегом. Далее. Вот открывается, переходит, типа, этому хэштегу, нажимаете, да, вот на стрелочку переходите. Открываются фотографии, у которых есть этот хэштег. Ну, пользователь выложил фотографию и написал хэштег фотографии ребенок. Выбираем вот этого мальчика, да, допустим, которого я уже приводила в примере. Заходим, нажимаем на фотографию, проваливаемся на страничку девушки, которая выложила эту фотографию, нажимаем на ее имя, вот выделена, ну, этим, я выделила красным цветом. Нажимаем на ее имя и заходим к ней в аккаунт. Можем полайкать ей фотографии, сердечки поставить, то есть открываете фотографию и ставите сердечко. И нажать подписаться. Потом нажимаете стрелочку назад и опять назад. Далее, допустим, выбираете слева фотографию, где папа, мама и ребеночек. Нажимаете на эту фотографию, также проваливаетесь, нажимаете на имя, которое я опубликовал эту фотку и подписываетесь на него. Потом, допустим, возвращаетесь опять обратно, выбираете вот этих девочек с ребенком, проваливаетесь, ну, нажимаете на эту фотку, проваливаетесь, там, допустим, нажимаете на того человека, который опубликовал и также подписываетесь. Вот так вот можно подписываться. Это время, в принципе, когда приловчишься, там, пару секунд занимать. Ну, если еще полайкать в фотографии, ну, 10 секунд на все про все. Дальше. Допустим, на звезд, на знаменитых людей в Инстаграме подписываемся еще. Берем, допустим, в Гугле пишем знаменитости в Инстаграм или странички знаменитых в Инстаграме. И он выдает, Гугл выдает разные сайты вам. Допустим, выбираете первый сайт, заходите, и там он вот так вот показывает по именам. Там, Алёна Водонаева, да, заходите туда и на ее страничку попадаете, нажимаете подписаться. Потом, допустим, Анна Седакова, также нажимаете на имя, проваливаетесь на ее страничку, нажимаете подписаться. И вот так вот подписываетесь на звезд. У звезд потом можно оставлять свои комментарии, писать, что вот я там, мама в декрете, работаю там в интернете, допустим, получаю официальный доход, ну или вот что-то. То есть, ну, нужно всегда разные комментарии такие придумывать, интересные, необычные, разнообразные, чтобы за одно и то же вас не заблокировали. Очень-очень аккуратно нужно. Дальше. Как находить звезд? Если вам сайт выдал имена, имена звезд, как у них ник в Инстаграме, да, вы можете скопировать его ник или посмотреть, как правильно пишется, и вот нажимаете на лупу, только не хэштеги, а пользователя выбираете. И там вводите, например, Бородуля, да, Бородина, Бородуля. И заходите на ее страничку, нажимаете подписаться. У нее там сейчас 21 миллиона подписчиков. Нажимаете, когда подписаться, у вас еще снизу потом вывалится такое менюшечко, там будет еще три человечка, на которых вы можете подписаться, известных три человечка. Вы не нажимаете сразу на все три подписаться, а берете, например, Виктория Боня, на нее нажимаете, проваливаете, проваливаете на ее страничку, ну то есть на ее имя нажимаете, проваливаете на ее страничку, и также вот будет страничка ее, как вот сейчас Бородиной страничка. Нажимаете подписаться, опять вывалится еще список из трех известных людей. Выбираете опять же первого, например, к нему проваливаетесь, нажимаете подписаться, вывалится еще три. И вот так вот вы можете, допустим, человек 30 подписаться, потом нажимаете назад, стрелочку обратно возвращаетесь и снизу эти будут два, которых вы еще не подписались, например, нажимаете подписаться, потом еще раз назад нажимаете, на тех двух, которых не подписались, тоже подписываетесь, еще назад. И вот так вот вы охватите очень много звезд сразу, начиная просто с одной звезды, с одного известного человека в Инстаграме. Дальше. Вот почему я говорю подписываться на, допустим, Бородину или там Водонайо, у них очень много подписчиков. Для сравнения возьмем Твиттер, Одноклассники и Инстаграм. В Инстаграме у Бородиной 2 миллиона 200 человек подписчиков, в Твиттере 800 тысяч. Разница колоссальная очень. Дальше. Еще пример. Бузова. В Инстаграме 1 миллион 900 подписчиков, в Одноклассниках 77 тысяч и в Твиттере 13 тысяч. Ну, то есть чувствуете, да, разницу, почему я советую идти в Инстаграм. Артем, не есть. Тихонько не есть. Ты видишь, я разговариваю. Водонаева. 800, ну, почти 900 тысяч подписчиков в Инстаграме, в Твиттере 200. Разница сильная очень. Допустим, вот также пример Айза Далматова. Ни Водонаева, ни Далматова Айза, ничем не известные люди. Ну, Водонаева в Доме 2 заступилась, да. Айза, ну, просто жена рэпера. Она в Инстаграме очень-очень популярна. Посмотрите, сколько у нее подписчиков. И она выкладывает рекламу своих салонов. Она выкладывает рекламу, которую ей скидывают там, да, оплачивают. Допустим, какие-то там, я не знаю, там, крема какие-то, еще что-то. То есть, вот. И на этом люди зарабатывают очень-очень хорошо. Вы также вот выкладываете рекламу своего бизнеса, да. И в итоге вы получаете себе партнеров. И вот, допустим, у них, смотрите, как личный бренд работает. Бузова выложила за плиты лаки для ногтей, да. Выложила ссылочку, у кого заказывать эти лаки. Она за это получила денежки. И, пожалуйста, Бородина также выложила какой-то салон, ссылочку на этот салон. И написала, что там она педикюр делала, и все там все супер-пупер. Она получила за эту денежку. Почему мы так не можем? Так же мы можем. Так, далее. Накрутка подписчиков. Что-то я так мелко здесь делала. Смотрите. Можно, допустим, накручивать подписчиков себе на таких сервисах, как IconSquare. Там по-английски все. Ну, я думаю, в принципе, там понятно, кнопочек немного будет. И есть еще такой BootUp.me. Там есть тестовый, он платный сервис. Но вот тестовый период вы можете, пока вам дается тестовый период, вы можете себе уже нахватить подписчиков и вообще воспользоваться там. Допустим, можно сделать отложенный постинг. Допустим, вы подаете несколько картинок, штук 10, например. Сделали им описание и, допустим, задали там периоды, когда этим картинкам выкладываться нужно в вашем Инстаграм. Вот. И люди будут, ну, то есть, картинки будут выкладываться без вашего участия, да, и люди будут уже видеть. Лента ваша будет активная. Дальше я еще сейчас расскажу про один сервис, который я уже прям пробовала. В ТОПе. То есть, заходите на сайт ТОПе. То есть, смотрите, для чего это нужно. Когда человек заходит на вашу страничку, у вас тысяча подписчиков, его это не особо привлечет. А когда у вас 10 тысяч подписчиков, ему станет интересно, и он тоже подпишется на вас, да. Как раз программа в ТОПе и поможет сделать вот так вот, раскрутить ваши странички. Допустим, вот скачиваете себе программку на компьютер. Вот она у вас загрузилась внизу в браузере. Смотрите, вот это сетап. Нажимаете, запускаете, устанавливаете, там далее, далее, далее. Запустили программу. Регистрируетесь, вводите мейл, свой пароль. И там какой-то код просит. Я думаю, что его вводите не обязательно. Ну, вот я вот вводила вот такой код. Дальше. Нажимаете зарегистрироваться. Ваш аккаунт будет создан. И все. Вот смотрите, выбираете ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. И, допустим, там какие аккаунты вам интересны. Допустим, выбираем Инстаграм. Вводим свой логин по страничке, которую вы хотите раскрутить. Свой логин и пароль. Все. Зашли. Кстати, если не будет заходить, вы можете программку закрыть и по новой открытии зайти. Тогда зайдет. Бывает, ну, такое глючение иногда. Нажимаете добавить задание. Далее. Нажимаете добавить задание. И выбираете здесь Инстаграм. И, например, вам нужны подписчики. Выбираете подписчики. Затем пишите вот сайт Инстаграма. Полностью адрес Инстаграма. Там http. Instagram.com. Slash. И пишите. Работа там онлайн. Там или Мадмуазель. Там мой ник. Ну, то есть вот. Ну, то есть вот. Ваш ник, ваш логин в Инстаграме, который вы себе создали. И вот у меня было 20 поинтов, допустим, когда я зарегистрировалась. И вот эти 20 поинтов я могу истратить сразу на подписчиков. То есть я могу поставить здесь цифру 20 в окошечке. И нажать добавить. И у меня подписчики пойдут подписываться на меня. Да, сайпись идет. Дальше. Если вам нужны лайки, вы также берете, нажимаете добавить задание, выбираете Инстаграм, лайки. И выбираете какую-то определенную картинку или фотографию, которую вам нужно накрутить лайки. И вставляете ссылочку именно на эту картинку. Если, допустим, вам нужно с телефона взять ссылочку. Сейчас я скажу, как ее взять. Открываете, допустим, фотку на телефоне. В самом низу под комментариями будет три точечки справа снизу. И нажимаете, будет меню появиться, нажимаете скопировать ссылку. И появится ссылка на вашу, скопируется ссылка на вашу фотографию. Либо вы можете зайти на свою страничку в браузере и открывать прям фотографию, ссылку. Вот можете вставлять оттуда из браузера. Все, нажимаете добавить лайки, пошли накручиваться. Дальше. На телефоне, на планшете также есть вот такие бесплатные программки. Get followers. 100 лайков. Ой, 1000 лайков. Как их найти? Вы можете прям в поиске, допустим, в WebStory или в Google Play или в PlayMarket написать follow. И он вам выдаст кучу программок по подпискам. Там, допустим, нужно выполнять задания. Например, вы подписываетесь, на вас подписываются. Вы лайки ставите, на вас лайки ставят, на ваши фотки. И вот так вот вы накручиваете себе на страничку. Можно взять принт-скрин с телефона. Принт-скрин делать нажимаете вот на айфоне, например, круглая кнопочка внизу на телефоне, которая, ну, одна кнопочка. И сверху кнопка включить-выключить. Одновременно нажимаете эти кнопочки, будет принт-скрин. В фотографиях этот принт-скрин найдете потом. Я себе их передаю либо через Яндекс.Диск, у меня Яндекс.Диск на телефоне установлен, либо через ВКонтакте. Сама себе там сообщение загружаю или сестре. И оттуда потом копирую картинку с браузера. Дальше, смотрите, еще какие есть такие же программки. Like Booster я им тоже пользовалась. Там две кнопочки, все очень тоже просто. Like for Like. И вот с помощью этих программок вы накручиваете себе подписчиков. И вот опять же, смотрите, 496, это кто на меня подписан, 546, на кого я подписана. Мне уже нужно начинать отписываться, да, чтобы хоть немножко как-то подписчиков было больше, чем подписать. Нажимаем на подписки, на 546, и заходим на кого я подписана. И выбираем, например, вот эти зеленые кнопочки. Нажимаем, и они становятся серыми, то есть вы отписались. Да, когда вам ставят лайки или когда на вас подписываются, вы у себя в Инстаграме увидите это в истории. И человек также увидит, когда вы на него подпишетесь. Сейчас я покажу, на какой кнопочке надо посмотреть. Кто не знает. Вот смотрите, снизу 5 кнопочек у Инстаграма. Человечек, сердечко, фотоаппарат, лупа и домик. Вот сердечко, кружочки. Это как раз кто на вас подписывается, кто вам ставит лайки, на кого ваши друзья подписываются, ставят лайки. Там это все видно. И, соответственно, это также вот люди интересуются, когда видят, что их друзья на кого-то подписались, лайки поставили. И также вот это получается такой массовый эффект распространения. Так, ну вот, подписываемся, да. Чтобы все у нас было ровно и равномерно. Чтобы в подозрение ваш аккаунт не входил. И люди, когда вам уже потом пишут, они могут писать комментарии под фотографиями. То есть пишут, например, скиньте подробнее, что у вас там за работа. Или напишите подробнее. Вы им пишите. Скиньте свой электронный адрес или свой мейл. Я вам отвечу, да. Скину вам детали работы. Человек вам скидывает свою электронную почту. И вы ему на электронку отвечаете. Тут же в инстаграме ему пишите ответ, что я вам ответил. Ну, его имя выбираете, нажимаете ответить и пишите, я вам ответил. Он увидит, что вы ему написали ответ. Чтобы он понимал, что вы ему правда ответили. Он пойдет проверить почту. Вот, ну, пишите, я вам ответила на почту. И его комментарий с мейлом удаляете, чтобы ему другой спам нашел потом. Вот, вот, в принципе, и все. Это основа работы в инстаграме. Сложного там ничего нет на самом деле. Пять кнопочек внизу. И все. Так, ну, давайте теперь отвечу на вопросы. Вы задавайте вопросы, у кого назрели. Люба, ты только в инстаграме? Я в инстаграме работаю, на досках. Тут часто блочат. Вот, я уже говорила, что если цивильно развивать свою страничку, личный бренд, то блокировать не за что. Главное не переборщить с лайками, там, с подписками, подписками. Тогда будет все очень-очень хорошо. Статистики. Я, честно говоря, не делала как-то статистику. Честно говоря, я даже не знаю. Но люди подписываются. У меня как-то в перемешку все очень идет. Поэтому, и мне уже некогда, в принципе, статистиками не заниматься. Поэтому у меня уже просто сопровождение, сопровождение, сопровождение команды. И я уже на автомате просто регистрирую, регистрирую людей. Вот. Зачем накручивать лайки? Ну, просто, чтобы у вас была не просто пустая страничка, а чтобы на ней какое-то движение было. Можно не накручивать лайки. Можете мне истать на это, если вам нужны подписчики. Делайте подписчиков. Здесь можно и ВКонтакте раскручивать также, и Twitter, и YouTube. И YouTube свой канал можно раскручивать с помощью вот этой программки. Поэтому пользуйтесь. Вообще регистраций с Инстаграма, да, много. Потому что, ну, сами видите, там аудитория очень большая. Там, дальше, это я записи. И, кстати, когда вы размещаете какую-то фотографию с описанием в Инстаграме, вы там уже можете, вот когда комментарии написали к ней, да, фотографии, ниже есть кнопочки ВКонтакте, Twitter, Facebook. Вы можете нажать эти кнопочки, ввести пароли от этих аккаунтов рабочие тоже. И ваша заметка с фотографией, с комментарием уйдет, и с хэштегами уйдет туда, в Инстаграм, в Twitter и в Facebook. То есть вы автоматически, вам останется только там накручивать подписчиков, и все. Вот. Простейшая работа, которая вам в итоге принесет в дальнейшем пассивный доход и пассивный рекрутинг будет, когда уже вы раскрутите свои странички. Есть вариант работать в Инстаграме, не имея техники на Android и Яблоке. Ну, вот я вначале уже говорила, что нужно установить эмулятор, либо BlueStacks, либо попросить, чтобы вам кто-то сделал аккаунт с телефона, и вы можете потом заходить на этот аккаунт с компьютера, с браузера. Загружать картинки можно с любой другой программы. Допустим, вы можете в Гугле написать, как загружать картинки в Инстаграм с Windows. И все, и он вам куча программ будет, с которыми можно загружать. Так, ник уже мой нашли, я так поняла. Так, про проходки я ответила про Инстаграм. А что значит 125 для работы в РФМ Инстаграм обязателен? Это же такое. А, наверное, свой номер команды поставили 125, да? Я уже сказала, да, что Инстаграм – это сейчас социальная сеть номер один, где просто миллионы людей. Поэтому и работа здесь очень простая, намного проще, чем, допустим, в Фантастике, в Одноклассниках. Вот, и можно найти себе партнеров из любой страны. То есть очень-очень масштабная работа здесь в Инстаграме. Поэтому вливайтесь, обязательно используйте эту соцсеть, не обходите ее стороной. Потому что для статистики я вам показала, сколько подписчиков у знаменитых людей в Инстаграме и сколько в Одноклассниках. Разница очень-очень колоссальная. Более чем в десятки раз. Так, ну вот, вроде все ответила. У кого-то еще есть вопросы по Инстаграму? Так. Сколько модерации по времени идет? Я, честно говоря, не знаю, но я примерно оставляю 2-3 дня, 4 на модерацию. Прямо вот, чтобы потом проработали, если писать. У меня много страничек. У меня есть работа онлайн страничка. Прямо так и пишется. Вот на скрине сейчас ее видно. Можете видеть, смотреть. Потом у меня есть... Что еще у меня есть? Так. Как в Инстаграме направляете подробную информацию о работе? Через ссылку на сайт. В профиле пишите ссылку на сайт. И параллельно загружаете какие-то картинки. И, допустим, можно какие-то хвастушки. То есть, так же, как мы, в принципе, в Одноклассниках в ВКонтакте поздравлялки какие-то, да. Или там пишем. Классно работать дома, допустим, да. Никуда не нужно там стоять в пробках, никуда ехать. То есть, вот примеры я уже приводила, как вот парень, да, выкладывал. Как из другой МЛМ-компании девушка выкладывала заметку. Ну, вот такие вот заметочки выкладываете, и люди за вами наблюдают, и со временем созревают, и на вас подписываются. Да, как и везде, есть личные бренды, есть визитки. И можно делать, допустим, страничку по товарам. Потому что в Инстаграме очень хорошо люди продают товары. Ну, и там нужно также, опять же, накрутить сначала себе подписчиков очень много, чтобы было страничек сколько. Я бы, честно говоря, даже не знала, я себе насоздавала, чтобы 20. Но я не совсем с 20 работаю. Просто себе сделала их, они уже модерацию давно прошли. И я теперь могу на любую тему, любую страничку использовать. Вот. Можно по продукции сделать страничку, например, там, про волны, сдвигать, да, про похудение, там, что-то. Или там, допустим, я бы похвасталась обязательно муцеллярным лосьоном, потому что, ну, это муцеллярная вода, потому что это крутейшая вещь вообще, которую вообще придумали. Вот. То есть любыми, вот, ну, можно, ну, на товары, это, опять же, кому баллы, кто не может делать баллы, да, тому вот это актуально. Но, опять же, это много времени на это тратится. То есть, у кого есть свободное время, можете себе сделать такую страничку. Так, есть смысл, вот, это собственного авторства. Нет смысла в Инстаграм. Учитесь делать свои фотографии, учитесь себя красиво преподносить, красиво красить, красиво одеваться, чтобы потом охота была фотографироваться. Сейчас техника вся с фотоаппаратами, поэтому фотографии сделать можно. Вот. Можете загружать картинки, если это рабочая страничка. Учитесь, учитесь становиться, ну, идти в ногу со временем. То есть не сидите в 19 веке, да, сидите в 21 век и принимайте все, что век вам предлагает. Потому что, ну, нужно быть в теме, да, чтобы всегда у вас и доход был хороший. Если вам предлагают зарабатывать в дальнейшем 200 тысяч, неужели вы не научитесь делать фотографии, писать мне написание, там, откуда-то списывать, я не знаю. Как угодно. Вести себе страничку. Вы можете лежать на Мальдивах потом, да, и загружать фотки в Инстаграм с Мальдива. Это будет у вас посильный рекрутник. Люди будут идти на это, потому что они знают, что вот вы работаете дома и на Мальдивах отдыхаете. Поехали потом с Мальдив поехали на Сейшелы, да, и так далее. Этот метод больше не для девушек, а для всех этот метод. Потому что... Сейчас покажу почему. Так, неделю покаживала. Нет, нет. Сейчас найду, покажу почему. Этот метод и для мужчин, и для парней. А вот, вот живой пример. Не девушка ведет себе Инстаграм полторы тысячи подписчиков. Очень удачно. Можно писать свой сайт воронку, но в Инстаграме комментарии не кликабельные. Ссылочки не кликабельные, только хештеги кликабельные. То есть вы можете писать хештеги где-то, допустим, свой хештег сделать какой-то там, например, я не знаю, как у вас там сайт воронка называется. Допустим, вот он у меня называется там 37.au.ru. Я могу сделать такой хештег 37.au.ru. И его скидывать под разными фотками. Люди будут на него нажимать и попадать на мою картинку, например, и переходить на мой аккаунт. Где будет ссылочка как раз на мой сайт. Ну, то есть вот так вот. В Инстаграме кликабельные только ссылка в профиле и только хештеги. Все. Все остальные комментарии не кликабельные. То есть и не копируемые. Ну, вот вроде все. Тема 3. Какое-то отношение подписчиков и подписки. Ну, в принципе, если у вас будет, допустим, 10 тысяч подписчиков, то подписок, ну, не больше тысячи желательно, чтобы было. Потому что, ну, это нереально. Вы же не можете отслеживать. Ну, подписчики это те люди, за которыми вы якобы следите, да. За их фотографиями, что они там скидывают, читаете их. Ну, вы же не можете тысячу подписчиков читать. Это просто нереально. Все их перечитать. Поэтому, ну, максимум до тысячи. Второй-то сделает. Под хештеги ссылку вы никак не спрячете. Хештег это обычное слово. 4 дня. Ну, вот. Теперь делайте отписки, чтобы было не 3000 подписчиков, а поменьше. Начинайте отписываться. Так. Ну, 400 подписчиков, как бы, 4 дня, это очень хорошо. Вы делали с помощью вот этих программок, которые накручивают или вручную? Так. Да, это платное, там какой-то тестовый период бесплатный. И все. Поэтому, ну, вот, я уже скидывала вам пример, где бесплатно можно. Неколько разных. Можно с телефона, можно с компьютера. Бесплатно. В общем, пользуйтесь. Заведите одну очень хорошо страничку, и все, и ее вам и раскручивайте. И будет вам счастье. Запись идет. Ну, все. Всем спасибо, что пришли. Всем пока-пока. Простите. Получайте свои доходы высокие. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.